Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с генеральным директором АО «Зарубежнефть». В Казанском университете пройдет Конгресс антропологов и этнологов России. Какая погода ожидает казанцев в июле? 27 июня состоялся визит в Казанский федеральный университет генерального директора АО «Зарубежнефть» Сергея Кудряшова. Визит начался со встречи с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Все подробности смотри в следующем сюжете. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров провел встречу с генеральным директором АО «Зарубежнефть». Стороны обсудили научно-техническое и образовательное сотрудничество между университетом и нефтяной компанией. Ильшат Гафуров рассказал партнерам об истории современном состоянии университета. В частности, речь шла о программах цифровизации процессов по каждому из приоритетных направлений развития КФУ. Отдельно были затронуты вопросы, связанные с добычей и переработкой углеводородов. Визит представителей нефтяной компании включил в себя посещение целого ряда лабораторий и научных центров. АО «Зарубежнефть» и Казанский федеральный университет активно сотрудничают в области нефтегазовых технологий с 2015 года. С того же 2015 года с АО «Зарубежнефть» реализованы три хозяйственных договора. С научно-исследовательским институтом, входящим в АО «Зарубежнефть», за этот же период реализовано шесть хозяйственных договоров. В 2018 году с компаниями заключено два соглашения о сотрудничестве в области инновационного и научно-технологического развития. Результатом исследований является поданная совместная заявка на патентование технологии «Способ разработки бетуминозных карбонатных коллекторов с применением циклической закачки пара и катализатора акватермолиза». Со 2 по 6 июля 2019 года в Казанском федеральном университете пройдет Конгресс антропологов и этнологов России. Принять участие в Конгрессе и представить результаты своих исследований выразили желание 1700 ученых. На этот раз темой Конгресса станет «Система родства, связи и коммуникации в истории человечества. Антропологический аспект». В русле общей темы возможен широкий спектр направлений, в том числе мониторинг межэтнических отношений, религии, мигранты, диаспоры и многое другое. Более подробнее смотри далее. 13 Конгресс антропологов и этнологов России, проходящий на этот раз в Казани, соберет лучших специалистов в своей области со всей страны. В рамках 63 секций они будут обсуждать киберэтнографию, мультикультурность российского общества и европейский миграционный кризис. «Любой Конгресс – это не только вопрос, относящийся к тому, что здесь собрались ученые со всей территории страны, это своеобразное и представление их научных результатов и достижений. То есть это вопрос представления тех достижений, которые они достигли за тот период, который был между Конгрессом. При этом Конгресс с учетом этого ставит и новые задачи, и новые направления, которые определяют перспективы будущих исследований и задачи, которые будут определять и динамику, и направленность этой работы». Конгресс проводится Ассоциацией антропологов и этнологов России совместно с Казанским федеральным университетом, Институтом истории имени Морчани, Институтом антропологии и этнологии имени Миклуха Маклая Ран при поддержке правительства Ресуллики Татарстана. «Безусловно, выбор непосредственно в Казани – это та инициатива, которая была поддержана Казанским федеральным университетом и Казанским сообществом. И здесь, конечно, роль и ректора Казанского федерального университета, и директора Института международных отношений стали одним из определяющих в этом вопросе. И, соответственно, вот тот уровень постановки задач, он оказал влияние и на широту участников этого съезда». Тема Конгресса – «Система родства, связи и коммуникаций в истории человечества. Антропологический аспект». На сегодняшний день принять участие в Конгрессе и представить результаты своих исследований выразили желание 1700 ученых. «Вероятнее всего, приедет несколько меньше, но в любом случае мы увидим большую географию и представительность исследовательских центров, но и, самое главное, представительность тех научных направлений, которые выделены. Пройдут десятки сессий, секций, круглых столов, которые будут рассматривать конкретные темы и проблемы с привлечением ведущих специалистов в этой облаще для выработки подходов и дальнейших исследовательских направлений». Камиль Гемаздинов, Универньюз. Лето – это пора каникул, но не для студентов-геологов. Ведь они не прекращают своего обучения даже сейчас. Лето для них – это пора прохождения практик, изучения пород и отработка профессиональных навыков. Как свои знания закрепили студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, расскажем в нашем сюжете. Для прохождения практики студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ отправились в район села Печище и села Верхний Услон на правом берегу Волги. «Мы изучали разрезы, которые там были, ходили по оврагам. Целью нашей практики было закрепление знаний, полученных в общей и структурной геологии, а также в нейрологии и литологии. Мы всего прошли шесть маршрутов. Первые два мы проходили вместе с преподавателями, потому что нужно было знать, как это делать, на примере их. Потом уже мы проходили самостоятельно остальные». Студенты делятся на несколько бригад. Для работы на маршрутах бригадами используется полевой дневник. В него записываются сам маршрут, цели его прохождения, погодные условия и точки наблюдения. «Вы делаете привязку, записываете азимуты, потом рисуете ваш разрез, и дальше идет описание, то есть какие там слои залегают конкретно, какие породы, и в целом так проходит весь маршрут». Точками наблюдения являются разрезы – оголенные участки, в которых выступают породы. «Когда мы идем по оврагу, то мы видим какой-то оголенный участок, где как раз-таки выходят породы. В дальнейшем мы проводим осмотр его, визуально сначала смотрим, какие там породы залегают, потом уже поднимаемся на этот разрез сами. Если там какая-то осыпь, то мы, получается, берем лопату, все вычищаем, далее мы берем кирку и долгим породом, чтобы отколоть себе хотя бы один кусочек для дальнейшего исследования». На полевом этапе также проводится работа по изучению геологического строения и геологического картирования, сбора изучения образцов и формы рельефа. Далее следовал камерный этап. На нем было необходимо составить полевую географическую карту, структурную карту и карту полезных ископаемых. Артем Тупичкин, Лев Халиулин, Универньюз. Жаркий месяц июль является одним из самых прекрасных периодов всего года. Этот июльский момент связан со временем отпусков и активного отдыха. Разумеется, многим хочется хотя бы примерно узнать, какой же будет погода в летний месяц. Об этом мы узнали у профессора КФУ Юрия Переведенцева. На смену жаркой погоде в Казань вернулись дожди. Связано это с тем, что в регион пришел циклон с фронтальными системами. Температура пошла на спад, и о солнечных днях казанцам остается лишь мечтать. И поэтому те дожди, которые сейчас проходят, сегодня дожди прошли, завтра пройдут. Они связаны с этими циклонами, с этой активной фронтальной зоной. Но с субботы осадки прекратятся, и уже температура пойдет на повышение. И будет в последующие дни порядка 22 градусов. То есть это комфортная погода для вот этого периода времени года. Но не стоит расстраиваться. По словам профессора КФУ, небольшое количество осадков благоприятно влияет на людей и окружающую среду в целом. То, что сейчас произошло, на мой взгляд, как жители Республики Тарстан, это большое благо, потому что вот эта засушенность, она вредит сильно и сельскому хозяйству, и водному хозяйству, да и всем нам, потому что нам нужна тоже передышка. А в этом году, я обратил внимание, погода имеет хорошо выраженную цикличность. На настоящий момент можно высказать лишь предположительные данные о предстоящих температурных природных режимах на июль. Более достоверно точную информацию можно будет узнать лишь в конце июньских дней. А вот что касается июля месяца, то Росгидромет вначале, только они делают такие прогнозы, правда их 60%, они давали пределы нормы. Что значит пределы нормы? Это означает температура порядка 19-21 градуса, а осадков должно выпадать порядка 65 миллиметров. В конце июля, в начале августа ожидается жаркая погода. Лилия Талипова, Александр Ютин, Универньюз. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!